Программа воспитания в школе «С чего начать, чтобы заработала» – так называлась одна из экспертных площадок областного педагогического форума. Региональное сообщество учителей среднего общего образования в этом году уделило большое внимание воспитанию гармонично развитой личности. Спорили о том, когда нужно включать воспитательные функции в дошколки или же с приходом в образовательную организацию, затронули темы календарно-тематического планирования учебного процесса. Поговорили о важности внеклассной работы и организации досуга школьников. Мы являемся ассоциированной школой ЮНЕСКО, добавили модуль, посвященный именно ЮНЕСКО, поскольку это одна из генеральных линий нашей школы. И точно так же у нас изменился модуль, связанный со школьным самоуправлением, потому что у нас был человек, который вел внутри школы школьный парламент, ушел человек, исчез парламент, пришлось переделывать модуль. Также особое внимание уделили теме обучения национальных меньшинств, детей с девиантным поведением и с ограниченными возможностями здоровья. Как вспоминает помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей Морозов, в годы его юности даже не возникало подобных вопросов. Все были равны, а школьная преступность носила скорее выпиющий единичный случай, нежели систему, которая все чаще наблюдается в современной школе. Мы все роды в Советском Союзе здесь находящиеся. Кто-нибудь когда-нибудь, даже при своем таком, может быть, отчасти хулиганском характере, мог себе позволить обозвать учителя? А уж тем более руку поднять. А уж тем более прийти и совершить преступление в стенах школы. Кто-нибудь мог? Нет. По данным социологических исследований, на вопрос российским школьникам, какие ценности для них являются приоритетными, сегодня 73% выбирают здоровье, 69% отдают предпочтение личному успеху, 54% делают ставку на любовь, 43% говорят о своем интересе к путешествиям круглый год и 39% выбирают для себя главным разнообразный досуг. Таким образом, у подавляющего большинства учащихся учеба занимает далеко не первое место. Педагогическое сообщество продолжает искать новые формы для вовлечения школьников в учебный процесс, чтобы за годы обучения и воспитания в школе он играл ключевую роль в жизни детей. Антон Никонов и Герман Баранов, Уллправда ТВ